Вело-ночь бьет рекорды. В этом году в уличной акции приняли участие почти полторы тысячи велолюбителей. Люди самые разные, очень много молодежи, семьи с детьми, профессионалы и любители. Все те, для кого велосипед не просто средство передвижения. Меньше чем за полчаса площадь у Дворца спорта юбилейной наполнилась до отказа. Сама Вело-ночь в этом году предполагала необычный формат – экскурсионный. Историю о Воронеже из уст опытных краеведов участники велопокатушки должны были слушать на ФМ-волне. Считывая предыдущий опыт, то что каждый раз на Вело-ночь приходит два раза больше народа, то это закономерно. Люди уже узнают об этом заранее, люди готовятся к этому событию и рассказывают друзьям, приезжают сюда. Каждый год мы меняем экскурсию и в этом году мы решили проехать по левому берегу и захватить промышленные районы нашего города и рассказать о них. Для безопасности движения будет сопровождение с ГАИ, вот сейчас они уже заморгали мигалками, их сейчас там видно. Плюс будет скорая помощь. У всех волонтеров, их 15 человек по колонии, есть с собой велоаптечки, есть с собой просто аптечки. Все волонтеры проходили краткий курс, как оказывать первую медицинскую помощь при падениях, что надо делать с человеком. В принципе, врачи у нас всегда будут рядом, они всегда едут в колонии. А перед началом Вело-ночи разрешилась главная интрига. Названо имя «Велокрасы-2013». Претенденток было 10. Лучше определили голосованием. Победила участница под номером 10 – Марина Переславцева. Она получила приз – велосипед. Между тем погода начинала портиться, даже стал накрапывать дождь. Но это участников не испугало. Вооружившись фарами, светоотражателями, одев шлемы, яркие куртки, велосипедисты готовились к старту. Я участвую второй раз. Заучаствовал в позапрошлом году, когда это было первый раз. Организация немножко хромала, но в этом году, мне кажется, уже все будет хорошо. Советую почаще организовывать и быть в участии в таких мероприятиях. Может быть, они сложны, но тем не менее они нужны. Они помогут нам обновиться во многом, так как технический процесс идет, улучшение. И молодежь новое веяние свое вносит в конструкции. И именно со здоровьем, что связано, это важно. Ну и интеллект. Интеллект молодежи. Прекрасно видеть вот такое вот выезды, встречи. Они дают эмоциональность хорошую. Поэтому я за обеими руками, чтобы ребятам и количество участников увеличивалось, а не уменьшалось. И вот старт дан. Организация не подвела. Выехали ровно в 23 часа, как и планировалось. Казалось, что конца не будет этому потоку велолюбителей. Почти полторы тысячи – это серьезно. В следующий раз можно ожидать и более двух тысяч участников. И самый массовый заезд выйдет за пределы Воронежа. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова